Ну что же, начинаем разбирать инструменты для работы с векторной графикой. И для начала надо, наверное, вам объяснить, что это такое. Ну, существует два типа рисунков. Это векторные и пиксельные. Или еще растровые. То есть растровые и пиксельные это одно и то же. И в чем различие между этими рисунками, а их достаточно много, мы сейчас с вами и рассмотрим. Итак, рассматривать будем на практическом примере, поэтому открываем файл. Создать. Тыща на тысячу. И затем опять идем в меню файл и выбираем последние документы. Если вы следовали моим занятиям и практиковали, то у вас должны быть в последних документах открыты пункты каких-нибудь картинок, которые я давал. Откройте любую картинку, которую я дал в комплекте с уроками. Вот 14.31 у меня уже открыто. И что я хочу сказать. Те картинки, которые я давал, они являются именно пиксельными. И сейчас мы с вами будем разбирать, что же такое пиксельный рисунок, что же такое растровый, ой, векторный рисунок. Итак, давайте мы здесь снимем замочек с этой картинки. Два раза нажмите на слое, на слое вот этом. И нажмите ОК в появившемся окошечке. Итак, замок пропал. И теперь выберите вот этот курсорчик. И перетащите нашу картиночку в документ, который мы только что открыли. Создали точнее. Так, 14.31 я закрываю рисунок. Теперь здесь. Давайте я для начала объясню, что такое вообще пиксельный рисунок. Итак, пиксельный рисунок это рисунок, который состоит из пикселов. Пикселы это такие точки, каждая точка имеет свой цвет. Эти точки очень маленькие и, в принципе, на взгляд они так незаметные. И все вместе эти точки комбинируют вот такую вот картинку. То есть, если мы увеличим рисунок вот этот сейчас до максимальной 3200, то обратите внимание. Вот видим, идут такие квадратики. Вот это решетка радиатора машины. И видим, из чего состоит этот рисунок. То есть, вот точка черная, серая, светло-серая, светло-серая. И вот такими переливами у нас получается рисунок вся наша машина. Видим. И так состоят все полностью пиксельные рисунки. Так, давайте я один на один сделаю размер. Так вот, в принципе, в чем недостаток таких рисунков проявляется? Недостаток их заключается в том, что если мы будем увеличивать картинку, либо уменьшать, то мы теряем ее качество. То есть, при уменьшении качество, на взгляд, конечно, не теряется. Потому что она все равно остается так четкой, такой же ясной. Но, когда мы уменьшаем картинку, количество пикселов у нее тоже уменьшается резко. И потом, когда мы захотим увеличить уже уменьшенную картинку, хотя бы до тех же самых размеров, то вы увидите весь порог, который уже будет. То есть, она такого же качества картинка не будет. Итак, давайте мы ее попробуем уменьшить. Выбираем пункт редактирования. Кстати, в слоях выберите вообще слой с машинкой. Щелкните, чтобы он подсветился синим. И теперь идите в меню редактирования, трансформирования и масштабирования. Здесь поставьте, ну не знаю, в ширину 30% сделайте, и высоту тоже туда 30%. Вот такая у нас машинка получилась. Видим. Давайте даже сделаем поменьше, чтобы вы уже видели разницу. По 10 пикселей. Ой, по 10%. Так, щелкаем. И обратите внимание, что четкость у картинки, в принципе, вот такой уменьшенной, осталась та же самая. Ну, просто уже мы ее немножечко не можем разобрать. Но в чем заключается основной смысл? Когда мы увеличиваем картинку пиксельную, с ней увеличиваются и пиксели. И когда вы увеличиваете ее до определенного размера, чем больше вы ее увеличиваете, тем больше она будет терять в качестве. Потому что пикселей становится больше, и вы начинаете различать не картинку, а уже различать отдельные квадратики, фрагменты. Ну, получается, картинка просто становится сначала размытой, а потом вообще полностью в квадратах вся. Итак, мы эту картинку уже уменьшили достаточно хорошо. И теперь давайте попробуем ее опять увеличить. То есть вот бывают же, знаете, в интернете маленькие картинки. И давайте вот так можете скачать любую маленькую картиночку, оттуда переместить в Photoshop, и попробовать ее просто увеличить. И увидите, в чем разница. Итак, давайте файлы редактирования, трансформирования, масштабирования. И увеличим картинку. Давайте я на весь экран ее вот так вот. Нажимаю применить. И обратите внимание. Вот какая картинка у нас получилась. Она размытая. Может на видео это не так заметно. Просто повторяйте за мной все на практике и сами все поймете. Видимо, она стала размытая. Видны вот уже кусочки квадратиков таких видно тут. Проскакивают под диагоналем. И вот это недостаток именно пиксельной графики. Потому что когда вы увеличиваете ее, то пикселы тоже становятся как бы больше. И получается, они становятся размытыми, становятся такими более квадратными. И картинка теряет свою четкость. И становится разбытой. И потом вообще уже будет плохого-плохого качества. А если вы уменьшаете картинку, вот как мы это сделали в начале, то эта картинка, как видим, при обратном увеличении, она не становится того же качества, что и была. Потому что при уменьшении мы теряем пикселы. И потом уже при увеличении они же не добавятся сами собой. И получается, картинка уже все равно будет плохого качества. Теперь по поводу векторной графики. Итак, давайте я отменю увеличение векторной графики. Итак, давайте сначала, чтобы разместить векторный рисунок, мы выберем пункт фигуры вот здесь. И здесь выберите инструмент произвольная фигура. Здесь, обратите внимание, в меню атрибутов есть пункт форма растровой точки. Когда вы выбрали именно произвольную фигуру, здесь выберите любую фигурку, без разницы какую, здесь любая фигура станет именно векторной. Итак, вот давайте такую маленькую-маленькую разместим в фигурочку. Опа. Видим. Вот такая маленькая. И теперь давайте поговорим вообще о векторных рисунках. В отличие от пиксельных, векторные рисунки, они состоят не из точек каких-то определенного цвета окрашенных, а именно они состоят из геометрических фигур. То есть там векторы могут быть, прямоугольники, круги. И что я хочу этим заметить, что благодаря этому, когда мы увеличиваем такую векторную фигуру, эти ее составляющие тоже увеличиваются. Получается, таким образом, сколько бы вы не увеличивали, хоть в тысячу, хоть в миллион раз увеличите такую фигуру, она все равно останется с четкими краями. Итак, давайте мы это просто попробуем на практике, как это все есть. Так, так, так. Идем опять. Выберите слой с этой фигурой. Выберите редактирование, трансформирование и масштабирование. И здесь увеличивать. Видите? То есть сколько бы мы не увеличивали. Края все равно остаются гладенькими и четкими. И ничто ей не мешает. И еще один такой вот нюанс. Любую картинку векторную можно быстро сделать растровой. То есть с пикселами. Просто щелкните правой кнопочкой по такой картиночке вот. И по слою в фотошопе. И здесь есть пункт «Растрировать слой». Но после того, как вы его растрировали, уже назад вернуть его будет невозможно. Ну, только если по истории можете вернуть. Но к чему это клоню, что из векторного формата в растровой перевести довольно легко. А вот сделать это наоборот уже это будет очень сложно. И зачастую, ну, я не говорю про такие простые фигуры. Вот, допустим, где вот действительно там много цветов всяких. Какая-то там сложная нибудь фигура. Вот это будет сделать уже сложно. Еще с векторной фигурой они более такие... Как это там говорилось? Так. Они более сложные в компьютерном представлении. Поэтому их редактировать тоже, вот, обрабатывать их тоже сложнее. Намного проще работать именно с пиксельной графикой. И качество картинок вот при маленьких затратах у них все-таки высокое. То есть, если мы не будем их уменьшать или увеличивать, то, естественно, что пиксельные рисунки, они довольно смотрятся красиво и симпатично. Ну, в принципе, думаю, на этом у нас все с вами. Вы, уже, думаю, знаете разницу между векторной картинкой и растровой картинкой. И теперь можно спокойно переходить к работе с инструментами, отвечающие за растровые изображения. Тьфу, векторные.